Рафика я знал с детства, я помню, когда он родился. Я уезжал, когда из города Кармена ему было всего лишь навсего 5 лет. Когда они приехали сюда в 93-м году, если у меня память не изменяет, я был очень этому человеку рад. От него всегда шла теплая аура. Вот как сейчас Рабай сказал, что... А возле баланда же даже Фамили Генеста, я даже не слышал, как звучит его голос. Человек был трудоголик. Я никак не могу успокоиться. Это мы не то, что посторонние люди переживаем, сопереживаем, а как Белла, это все сейчас закончится, начнутся серые будние дни. Как будет проводить эти серые будние дни без любимого человека наша Беллочка. Тетя Берта. Тетя Берта, вообще я о этой женщине могу говорить с гордостью. Я вам могу рассказать один маленький инцидент, которому уже порядком более 40 лет. Это было ровно 46 лет назад. Я был непоседой. Немножко такого хулиганистого склада человек. И дядя мне сказал, ты знаешь, ты мне надал, уходи, говорит, из моего дома. В это время зашла тетя Берта. Она с криком обрушилась на моего дядю. Какое ты имеешь право выгонять его из своего дома? У него отца нет. Она столько начала с ним вести дискуссию, он уже сожалел, о чем он сказал. Я говорю, дядя Берта, виноват я. Я был неправ. Не он не метон обуты их эгоэзда. Тупачи долараш. И это, есть такая вещь, одному человеку дашь цен, он запомнит это на всю жизнь. Одному человеку то отдаст жизнь, а он даже этого и не поймет. Рафика меня с этим человеком объединяло очень многое. Я сейчас, я наблюдал в процессе церемонии, похоронной церемонии, как люди реагировали на уход этого человека из этого мира. Я обратил внимание на Володю. Люди познаются в трех вариантах. Когда он с ним становится куда, когда он становится с ним сосед, и когда он становится с ним партнером по бизнесу. Я издалека обращал внимание, как Володя скорбил. Он готов был разреветься, но мы иногда стесняемся своих слез. Вот лично я и готов закрыться, расплакаться, чтобы мои слезы не видели, и мне стыдно заслезать, что якобы я слабый человек в этом отношении. Рафика мы будем помнить очень долго. Говорить я много не буду, потому что об этом человеке можно говорить очень долго. Артур Джаун Ильич, Толик Джаун, примите мое слово.